МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Господа, последние сводки Яндекса. Генерал Роттенберг переоделся в мужское платье и срочно покинул страну. Господа, по-моему, это лайк, господа. Лайк, лайк, лайк. Лайк, репост, господа. Лайк, репост. Господа, недавяче как третьего дня графиня Васильева написала мне ватсап, что у нашего господина полковника родился новый романс. Патриотический романс. Так давайте же попросим нашего полковника. Господа, браво, это совсем сырой материал. Абсолютно новая вещь. Мы это же не репетировали, понимаете? Нет, нет, ну если бы настаивать. Меленьше можно вас на минуту? Пожалуйста. Поручик, представьте нас, пожалуйста. Сегодня мой гость Олег Ломовой. Певец-шоумен, творческая личность, лидер группы Ломовой Бэнд. Итак, встречаем, Олег Ломовой. Олег, здравствуй. Добрый вечер. Рад приветствовать Василию Габриевну. Как часто вы бываете? Я второй раз в жизни. Второй раз. Да, мы тут лет пять назад именно в этом зале выступали с группой, с музыкальной еще. И вот сегодня вот с непоэт-форматом я приехал. Вами написано очень-очень огромное количество пародий. Вы сами не считали, какое количество и откуда столько энергии к написанию? Ну мы недавно проводили подсчеты, как раз вот шоу Мурзилки Лайф, которое занимается тем, что каждый день поют две-три песни на актуальную тему, на известную музыку, новые смешные слова. Им 20 лет. И по случаю юбилея мы решили почитать, сколько было спето пародий. Ну там как бы немножечко за 10 тысяч получилось. Чуть-чуть. 10 тысяч 70 или 10 тысяч 72. Ну и это продолжается история. Мы поем каждый день. Каждый день две новые песни, поэтому каждую неделю 10 новых прибавляются. Откуда энергия? Да я даже как-то, наверное, не знаю, что сказать по этому поводу. Была такая тема, что нужна некая рубрика, которая стала бы фирменной фишкой тогда еще утреннего, теперь вечернего шоу. Возникло ощущение, что некая получительная песенка на тему дня. Ну типа там какой-то песня, совет, песня-урок, как в свое время в легендарной советской передаче «Радио няни». Это было для детишек, да? Только для взрослых. Про автомобиль, про жизнь, про семейные отношения. С этого как бы все началось. Пели по одной песенке там типа в день. Вот. Сначала как бы записывали фонограммы, все это было не в режиме лайф и так далее. И все это мило так продолжалось. Это все было не напряг. Мы писали примерно, ну получается, по 20-30 песен в месяц. Это был вполне доступный как бы мне объем. Я с удовольствием занимался этой работой. А потом с девятого года мы решили сделать из них нечто вроде лайф-найф-шоу, как там типа в Америке форматов таких огромных количеств, в наших вечерних органов на моментах, только теперь как бы с морзилками. И поставить им живую группу как бы в студию, чтобы они пели все это дело в режиме лайф. Вот. И поскольку петь надо было тогда, получается, 2-3 песни каждый день, каждое утро, на меня руководство посмотрело и говорит, ну попробуем. Я говорю, ну попробуем, хотя, конечно, масштабы очень дикие, огромные. Не знаю, потяну или нет. Ну как-то начали, втянулся, дело пошло и так далее. В общем, как-то вот продолжаем заниматься этим вот в таком ураганном режиме. И тут даже не вопрос вдохновения, а скорее всего тут вопрос как бы некого навыка уже. Набита просто рука, есть некая тема, под нее подбирается какой-то оригинал, пишется новый текст, куплет-припев, куплет-припев, и они феерически в живую все дело исполняют, и количество пародий растет. Да, они как исполнители, но вы-то как написание этих пародий, как творческая личность, вам должна эта идея откуда-то происходить. И они же пишут по горячим новостям. Вот сегодня утром что-нибудь Владимир Владимирович сказал такое интересное, например, или пошутил, и вечером того же дня у них появляется пародия на эту тему. То есть, как правило, повод информационный толкает написание пародий. Как это происходит? Я приезжаю на работу к 10 утра, делаю все свои прочие дела, в 12 ко мне приходит первая порция новостей, все, что случилось до 12, мы выбираем или не выбираем какую-то новость на вечер, которую будем воспевать. И в 15 часов приходит вторая порция новостей, и если у нас еще нет 2-3 новых песни, мы берем какую-то новость из порции, которая пришла в 15, и поем на вот эту новость. И получается, к 18.00 у нас готовы две пародии, которые исполняются в 18.50 и в 19.50, а потом у них начинается живые концерты с каким-нибудь хорошим исполнением. То есть, я так понимаю, это вынесло человек, и это не какой-то внутренний протест, это просто обсуждение новостей, которые есть. А у них бывают очень злые пародии, очень злые. Я понимаю, но это не протест против чего-то там системы. Иногда как бы это и протест. Да, у нас очень много таких зубастых пародий. Есть, просто от новости зависит. Есть новость про то, что родился тигренок, и она такая забавная, да? Ну, они споют про тигренка милую песню. Вряд ли надо петь какое-то что-то в стиле деф-метал про то, что тигренок родился. А если вдруг случилась какая-то там оказия какая-то, может быть, кого-то за руку поймали, нечистую и так далее, это будет достаточно злая, зубастая пародия. И надо сказать, что несмотря на то, что авторадиостанция достаточно известная, слушает ее огромное количество людей, в том числе и людей в самых главных автомобилях и кабинетах, с которыми мы дружим, давным-давно сотрудничаем, как и все люди, живущие в нашей прекрасной стране. Соответственно, нам еще ни разу просто даже не прилетало. Есть, например, знаменитая песня «Путин едет в Пикалево». Это абсолютный был пародийный хит, он был написан как давно уже лет 12 назад, и даже за эту песню нам, в общем-то, не прилетело, наоборот, до нас дошли сведения, что она всем очень понравилась. Премьер-министру музыкальную композицию. В Пикалево был завод градообразующий, и работал там народ мирный, не постующий. Но когда завод закрыли, начались волнения, кто завод назад вернет для успокоения. Путин, Путин едет в Пикалево, Путин, Путин сделает нам клево, Путин, Путин, на расправу быстро, Путин, Путин, наш премьер-министр. «А вот вы рукопожатный со своими героями?» «Нет, я мало с кем знаком лично на уровне». «Не встречаетесь?» «У нас всех объединяет цепь из шести рукопожатий, как известно, но вот лично, когда я, лично вот однажды мне довелось пожать руку Владимиру Владимировичу, было такое. Песня о Путине, песня о Путине, он самый лучший президент, песня о Путине, песня о Путине, песня о Путине. А про него мы написали 668 пародий, мы так посчитали. «Основная масса новостей, в основном идет про что-то». «Считай, пожалуй, всем». С какого момента вы ведете отсчет своего творчества? Первый «Магнито-альбом» я принес своей замечательной маме, заслуженному работнику искусства, детскому композитору Ирине Тульчинской, уже записанной, уже с музыкантом, мне было 11 лет, по-моему. Это была ужасная запись, это были взрослые песни с петой и детским голосом, но мне тогда казалось, что я как бы сверхновая суперзвезда. Да, где-то 11-12 лет между этими взрослами. И как-то пошло... Больше 20 лет уже вы нас... Ну нет, получается, мне сейчас 43, если в 12 был первым «Магнито-альбом», то это 31 год назад. 31 год, ага. И уже за 30 лет у вас скопился огромный-огромный багаж шоу-бизнеса. Кого вы больше себя чувствуете в этой? Певец или композитор? Как вы себя чувствуете? Больше любите? Нельзя называться композитором, если не имеешь музыкального образования. У меня его у и ах нет. Я об этом искренне сожалею. Значит, если бы я был музыкально образованным человеком, многие вещи у меня, конечно, проходили бы гораздо легче и гораздо дешевле. Потому что, если ты сам не умеешь, тебе приходится кого-то нанимать. И аранжировщика, соответственно, и так далее. Но сочинитель песен, ну, наверное, да, сочинитель комических стихов, ну, безусловно, это так. Вот. Как бы певец, ну, пою я из рук, он плохо. Вот. Ну, есть определенный музыкальный слух, возможно, какая-то харизма. Но поскольку конкретно песнями я не занимаюсь, занимаюсь комическими куплетами, для комических куплетов моих скромных вокальных данных вполне хватает. Ну, с другой стороны, я бы не сказал, что сейчас все хорошо поют, это раз. Во-вторых, вас принимают, то принимают. Даже наоборот, я бы сказал. Мы имеем огромное количество, значит, примеров того, как приходят музыканты, опять же, к нам в живые студии концерты, у нас их несколько, на радио, исполняют песни вживую, опять же, да. У очень многих представителей жанра с этим большие проблемы. Ваша концертная площадка – это клуб, или вы мечтаете выйти на большие концертные площадки? Ну, не стадионы, но... Это хороший вопрос. Я постоянно об этом задумываюсь, потому что, конечно, формат стендапа, которым я сейчас занимаюсь, пусть он стихотворный, рифмованный, но все-таки это не музыкальный концерт как таковой. Это некое такое общение с залом, это может быть такой моноспектакль где-то, да, и так далее. Он подразумевает, конечно, что это некая такая, все-таки, камерная история. В нашем случае, в нашей стране, почему-то камерная история – это всегда зал, где люди пьют и едят. И так часто бывает, что если у тебя нет барабанов, бас-гитары, значит, музыкантов ты не орешь в микрофон. Люди едят и пьют гораздо громче, чем ты читаешь стихи. Особенно, если, например, они случайно попали в этот зал, и им это все как бы не очень интересно, потому что фанаты, жанры фанаты, там, поклонники, как это назови, там, да, люди, которым это все интересно нравится, да, они, конечно, слушают и смеются, и у них есть любимое произведение, и они договаривают строки за тебя, и это очень как бы приятно. Вот, но все-таки хотелось бы, конечно, попробовать выступить в зале, где никто не ест и не пьет. Вот, поэтому я вот вижу развитие вот этого конкретно не поэт-проекта, а скорее в каких-то таких площадках на уровне тысяча-полторы места в зрительном зале, где люди все, что хотели выпить, выпили перед началом мероприятия в буфете, зашли на мероприятие уже подготовленное, похлопали, я вышел, всех посмешил, все поулыбались, без антракта, полтора часа довольны, разошлись по домам. Что легче писать, для себя или писать для других? Для других гораздо легче писать, но потому что там уже есть некие правила и коридоры, по которым ты просто идешь, это все достаточно забавно получается. Я стараюсь думать о том, что я высоко держу рамку, не скатываюсь до пошлости, например, и стараюсь писать реально какие-то смешные пародийные тексты. Просто уже это такая понятная работа. Всякий раз, когда я захожу на какую-то, например, песню новую, например, или какой-то комический нестик, который конкретно для моего проекта, там идет гораздо более тщательная, кропотливая работа, безусловно. Иногда пишется все достаточно легко. Как Жванецкий говорил, писать, как и писать, надо как бы струей. По капле это уже не писание никакое, это просто мучение. Очень быстро появляется и песня, и не стих, как правило, может быть, 15-20, может быть, в течение часа, но потом несколько часов я вылизываю каждую строчку. Предлагают ли вам другие по этой песенке исполнять их песни? И берете, возьмете ли вы их с удовольствием или только свое? Ну, я неоднократно делал эту работу для людей. То есть я писал и тексты, я писал как бы и музыку, я написал несколько мюзиклов детских, и один из них даже в Московском театре поставили, и три года он там прекрасно как бы шел. А было у меня на тот момент лет 17 или 18. Писал для ящика большое количество, для телевизионных проектов. Написать сам для кого-то что-то я могу. Вот, на заказ. То есть я получаю ТЗ, мне говорят, нужна нежная песня о любви, там, не знаю, светофора, как бы, значит, и муравьеда. Я говорю, хорошо, ребята, дайте мне полчаса, я все устрою. Но ко мне, на самом деле, ни разу никто не обращался. Пару раз были какие-то предложения по коллаборации, ну, типа, как бы, давай вместе что-нибудь споем, там, типа, дуэтом. Но я как-то холодно к этому отношусь, потому что певцом-то я себя не считаю. То, что мне кажется, я могу спеть, я и сам себе прекрасно сочинил. И стал гораздо меньше петь песни других исполнителей сам я, ну, просто для удовольствия. Вот, в детские годы ходили же, все пели же Цоя. И я ходил, пел Цоя. И я ходил, пел. Да, мы все ходили понемногу и пели Цоя. И как-нибудь вот. В последнее время перестал этим заниматься. Вообще отложил гитару подальше, я и на ней играть толком не умею. А что вы сейчас слушаете вообще в свободное время, вот в ваш репертуар, в машине и так далее? По долгу службы я слушаю радиостанции, которыми занимаюсь. Вот. А их у меня, там, типа, минимум шесть. И еще есть три, но я ими не очень занимаюсь. А вот шестью я занимаюсь прямо плотно. И я их слушаю все по очереди. Они охватывают все возможные музыкальные жанры. От какой-то романтической музыки до какого-то супермодного какого-то современного творчества танцевального. Так что музыки мне хватает. И я ее всю одинаково, как это, мы обещали не говорить плохих слов, да? Ну, как бы, отношусь к ней ровно, мягко говоря. Не, у меня есть какие-то любимые исполнители, которых я слушаю с удовольствием и до сих пор, и то, на чем я вырос. На свое время, когда я работал продавцом в ночном коммерческом ларьке, возле 13 лет, у меня там было развлечение в виде кассетового магнитофона и одной только аудиокассеты. На одной стороне кассеты... Кассеты на одной стороне... Сейчас не все меня понимают, да? Хорошо. Мы еще про бобины с вами не говорим. Так вот, на одной стороне кассета была акустика, аквариум, а на другой стороне альбома электричества. Вот, собственно, как бы я год через ночь сидел, продавал пиво, значит, по всяким страждущим товарищам. И на соки всякие разные газированные воды. И постоянно слушал, как бы, эти два альбома, и, наверное, вот это то, что въелось в мозг, просто как кирпичный пыль. Ваша интерплощадка сейчас интернет или уже нет? Рутюб – это же сервер, сервер, который мы придумали вместо Ютюба. Типа того. Вот. Ну, типа Рунета, наверное, герой. Кто-то назвал меня когда-то героем Рунета, я себя таким не считаю. Вот. Но, безусловно, некое движение всего моего творчества к людям навстречу стало возможным и численно потому, что есть, как бы, интернет на свете. И я интернет для этого очень сильно благодарю. И я думаю, что огромное количество, ну, очень популярных, обеспеченных, богатых людей, ну, не то, чтобы начинают день с того, что просыпаются и говорят, спасибо тебе, интернет, за то, что ты сделал из меня человека, как и так далее. Но они обязаны сказать, как бы, этому явлению спасибо. Потому что интернет уравнял всех. То есть люди были, как бы, разные, да, а полковник Кольц сделал их равными. Так и интернет сделал всех равными. Ты либо интересен, либо нет. Вот чем ты интересен, да, показываешь Гару, там, я бы не стал. Это не очень интересное зрелище. Некоторым женщинам можно, это, как бы, интересное зрелище и так далее. Какую-то невероятную музыку ты делаешь, делаешь какие-то невероятно смешные штуки. Или просто орешь ясь на рыбалке, да, и становишься там героем на минуту, на час, там, типа, на всю жизнь, как бы, и так далее, да. Раньше такой возможности у людей не было. Вот. Теперь она есть, и многие пользуются. К счастью, к сожалению, но пользуются. Как вы относитесь к сегодняшним героям, тогда, Бузовой, Мамуловичу, нашим героям шоу-бизнеса? Нет, я себя не считаю героями, их героями не считаю. Ну, нет, их люди считают. Велик фактор случайности во всей этой истории, потому что, как бы, невзять на быть, как бы, талантливым, изумительно красивым и очень работосособным человеком, достаточно, порой, периодически. Просто оказаться в нужное время, в нужном месте. Вот Ольга Бузова в свое время оказалась в нужное время, в нужном месте, и 15 лет там провела. Сначала как участница, потом, значит, как ведущая этого прекрасного проекта. Даня Милохин, как бы, ну, собственно, как бы, я знаком с этим явлением, культурным феноменом я его не считаю. На мой взгляд, это какое-то просто безобразие и баловство. Хорошо, если баловство, плохо, если безобразие, значит, осознанное. Это, да, ну, каким миллионам людей, как бы, нравится, как бы, это, ну, хорошо. А что же, если это у него на всю жизнь, да? Это не очень хорошо говорит о Дании, не очень хорошо говорит, на мой взгляд, о миллионах людей. Но просто людей-то миллиарды, вот и миллионам нравится вот это, а десяткам и сотня миллионов нравится другое. Вообще, самые популярные группы, рок-группы на свете, в какой стране находятся, как вы считаете, в Америке? Нет, в Англии нет. Самые популярные рок-группы на планете Земля работают, поют, поступают в Китае. Просто потому, что в Китае живет 1,6 миллиарда. Вип-вип-вип? Нет, 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 просто у них самые колоссальные фэн-клубы, вот, так сказать, и они такие стадионы там собирают в этом Китае, которые Пим Флойду, в принципе, не снились. Там по 200-300 тысяч человек приходят, купив билеты на выступления китайской рок-группы, которая за границами Великой Китайской стены вообще никому не интересна и не нужна. Все относительно в этом мире и популярности, в первую очередь. Через какую грань в своих пародиях вы бы никогда не переступились? Я пока не доходил. Вот так вот, чтобы как-то мне попросили, или какой-то повод. Нет, понятно, как бы, что есть некие законы, по которым все это вообще, на мой взгляд, должно развиваться и стараюсь им следовать. Я никогда не стал бы писать пародию на мотив песни офицера-россиянин, например. Или комбат, ботяня, ботяня, комбат. То есть, как бы, песни, под которые зал плачет, значит, и люди умирали и закрывали грудью дзо, на какие-то песни военных лет какие-то и так далее. Я просто для себя это как-то отсекаю. Хотя примеры тому в шоу-бизнесе в нашем, особенно, значит, в КВН-е, периодически, так сказать, формат камеди, эти примеры присутствуют. Я считаю, что этого делать категорически нельзя, и сам этого делать не стану. К сожалению, запретить людям этим заниматься я не могу. Вот назначить мне когда-нибудь на большую государственную должность какого-нибудь культурного начальника, всем будет плохо от этого. Ну а вдруг? Ну вот скажут, есть фронт работы, иди работай. Я скажу, ну окей. Вот тогда это все запрещу, конечно. Запрещу, и статья будет отдельная в Уголовном кодексе за то, что песни хорошие портят. Мне вот в вашей песне «Война» очень-очень сильно понравилась. Что для вас явилось написать мотивацию для песни? Ну понятно, само событие. Да, это событие 2014 года. Да, и почему именно вы вышли из рамков пародии, это считается для меня как хит-фальш. Наверное, эту песню я поставил в вашем параде на первую строчку. Многим нравится эта песня, я всем этим людям очень благодарен. Я говорил и продолжаю говорить, что эту песню как бы написал не совсем я. Она как-то написала себя сама. Безусловно, она появилась у меня в голове, и у меня есть привычка, стоматолог меня за это очень сильно ругает. Я стучу песни зубами, они у меня работают вместо барабанов. Я хожу, пою там ее себя, а ритм отступиваю челюстями, что ни к чему хорошему никогда еще не приводило. Дети не делают тебе так никогда. И, соответственно, я ходил, 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 и стучал ее зубами месяц, и вот появился второй куплет, и как-то мне казалось, что песня какая-то незаконченная. Я предпочитаю два куплета, два припема, что нужен третий, который был логически замкнут, а он никак не появляется, и она прямо из меня взяла и вышла из меня в хорошем смысле этого слова. Может быть, даже несколько вопреки моим каким-то обыкновенным. Я был удивлен, может быть, даже поражен серьезностью всего этого текста. Серьезность этого текста в два раза серьезнее, чем максимальная моя серьезность, на которую я способен и готов. И потом, когда появилась аранжировка, это замечательное, и мы сняли этот простой и понятный клип с кадрами «Бойни», которая в Киеве была, по-другому это не назвать. Уже потом, когда клип вышел, ко мне полетели комментарии всякие разные, стало понятно, что на самом деле эта песня «Зомби» группы «The Cranberries». Ну а что делать? Нот всего шесть, и все музыкальные ходы уже придуманы до нас. Ну так получилось, что они немножечко совпадают. Но тем не менее, мне эта песня очень нравится, именно потому что она, так сказать, кардинально противоположна всему тому, что я обычно делаю на сцене. Поэтому я и был удивлен. Да, я бы не стал выходить на сцену и петь ее, я просто не могу это сделать. И по гитару я, наверное, не могу ее спеть. Это некий такой там законченный для меня арт-проект, который, насколько мне известно, так сказать, близок к сердцу по обе стороны конфликта. Может быть, именно в этом заключается необходимость этой песни. И на тот момент, и вообще, в принципе, как бы по жизни. Наверное, так. А что теперь делать, оставшимся в 8 миллионах русских, которые остались на территории Украины? Были мы их расстреливать из атомного оружия. Новость принесли про вода, что у нас вражда, да беда. Были мы близки, дороги, стали далеки вороги. Песен мы теперь не поем, поразы не живем, не вдвоем. Где шумел камыш, тишина, что же ты не спишь? Ну, эта песня, я считаю, что вообще самая лучшая. А второй, вы, наверное, трек, вы сами для себя какую поставите в своей жизни? Разобрали всех, где вы в городе, конечно. Это все? Это песня, которая сделала меня, ну, на несколько минут популярным человеком. Я ей за это благодарен. Почему на несколько минут? На несколько минут, я... Люди поют до сих пор. Это прекрасно. В каждом коротке баре нашей страны есть эта песня. Люди ее поют, и это здорово точно. Не приходят игривые эсэмэски, и ночная столица Уже не манить. Разобрали всех девок в городе, не с кем даже посидеть по кальянам. Я небритый подряд уже три дня, омерзителен себе я и в вас, и в профиль. Разобрали всех девок в городе, не с кем просто пойти выпить кофе. Не с кем посорить деньгами, не с кем вцу за сапогами, не с кем даже в кино на последний ряд. Девки в городе кончились, говорим, не с кем посидеть да выпить. Не с кем посидеть и и пить. Ход ступай да бешайся на проводе. Разобрали всех девок в городе. Разобрали всех девок в городе. В городе кончились девки. Разобрали всех девок в городе. В городе кончились те В прошлом году мы с музыкантом, виртуозом, гитаристом Валерой Дидюлей сделали альбом новый. Он везде есть, его везде можно послушать. Есть даже такие места, где его можно послушать абсолютно бесплатно. Называется он «Окрошка». И это 10 музыкальных анекдотов о любви к разным всяким крошкам. Это очень хорошая, крепкая работа, сделана в стиле музыканта шутит. Это новинка, которой я горжусь. Что подарило пандемию миру в моем случае? Это новый альбом «Окрошка». И этой осенью обязательно должна выйти новая книжка, уже четвертая по счету. И она будет сделана в интересном таком стиле, такой учебник истории. Это будет называться «Ломовой новейшая история Раисии в комических стихах». Там все события будут разбиты по главам, по параграфам, будут проверочные, смешные вопросы. В общем, такой прям учебник для взрослых о том, как мы жили в период с 18 по 21 год. Что вы считаете для себя своим успехом? Ну, то, что я хожу на своих ногах и, в принципе, здраво рассуждаю о некоторых вещах, живу себе припевающе, в принципе, считаю, вполне успешно. Ну, каких-то вот... Если есть какие-то яркие там события, могу привести пример. Вот то, чем я по-настоящему горжусь. Значит, в далекой и загадочной стране США есть такая национальная ассоциация бродкастеров. Это вот люди, которые делают радио с 21 года прошлого века. У них первая коммерческая радиостанция появилась в 1921 году. Каждый год они проводят свой радио «Оскар». Вот. И, соответственно, на этом радио «Оскаре» можно выставить только проекты, сделанные как бы внутри США. То есть только американские радиостанции бьют... А их там огромное количество. В каждом городе по нескольку десятку, как и у нас. Свои местные, локальные и так далее бьются за эти вот радио «Оскары». Их там штук 40 или 50. Каждый год вручается. И только два проекта, вот, среди 50 наград, да, получают как бы радиостанции из-за рубежа. И огромные тысячи радиостанций каждый год на эту премию NAB, которая в радиомере считается самой как бы престижной. То есть нет ничего более престижного. Это как «Оскар» как бы в кино, да. Вот. Присылают тысячами свои проекты, заваливают. Вот. И там эта комиссия специально разбирает проекты. Этот хороший, этот плохой. Вот. И вот, собственно, я в 2013 году получил награду Национальной ассоциации бродкастеров. Именно и в виде диплома. Правда, самого меня в Нью-Йорк не послали. Поехали получать мою награду другие специально обученные люди. У меня что-то в анализах было не то. Нельзя было выезжать за рубеж в тот момент. Вот. Соответственно, но табличку мне привезли, она стоит у меня в кабинете и очень сильно радует мне глаз. Каких-то других вот наград и успехов ошеломляющих. Я вот не помню. Я вот помню, что я когда шел пересдавать, значит, на мотоциклетную категорию, будучи опытным уже автолюбителем, я ответил из 20 вопросов на 2. Можно ли это считать правильно? Можно ли это считать достижением? Я считаю, безусловно, да. Был я болот и горячий, да не в те вороты мяч. Сколько было неудач на любовном фронте. И я раз и еще раз и еще много, много раз, было очень много раз в 18. И я раз и еще раз и еще очень много раз, очень-очень много раз в 18. Все! Затворю окошечко Тихо скрипнет петелька А моя хорошая Снова хочет Петин А на сердце тученьки Ой, черные, тоскливые Что ж ты тянешь, рученьки Ой, да шаловливые Тянешь шаловливые Рученьки Рученьки Рученьки